Добрый день, меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quartz. Сегодня я хотел бы рассказать про американскую систему оповещения, про стихийные бедствия и про много другую очень интересную информацию. Буквально вчера мы проснулись в 2 часа ночи от того, что заработала сирена всеобщей системы оповещения. Такие сирены устанавливаются в каждом маломальске крупном городе Америки. Они привязаны к единой службе погоды, к службе спасения. Короче, ко всем организациям, которые обязаны отслеживать, что стихийного может произойти сейчас или произойдет в ближайшие несколько часов. Для меня это было достаточно новое событие, я никогда к нему не был готов, чтобы ночью проснуться от сирены. Год назад нам уже рассказывали наши знакомые, которые здесь живут, что каждую среду эту сирену здесь включают на 15 минут, тестируют и заодно жителям показывают, что все работает нормально, можно не волноваться. Изначально система была предназначена для оповещения торнадо. Мы находимся в тех штатах, живем, где эти торнадо проходят достаточно часто. Кэнзас, Омаха, в общем, Центральная Америка. И это явление достаточно частое. Для того, чтобы спастись, нужно всего лишь спуститься в бейсмент. Это такой оборудованный цоконный этаж в каждом доме. Он сделан из литого бетона. Как правило, люди там устраивают кладовки, ставят морозильные камеры. Там есть свой независимый санузиум, у многих бейсменты соединены с гаражом. То есть такое комфортабельное убежище. Человек-то спускается, закрывает медичную дверь, садится там с лавтопом, там с книжечкой, еще с чем-то с пивком, с чипсами. И дожидается, пока стихия не успокоится. Соответственно, если вдруг ему не повезло, и торнадо прошел через его дом, верхняя часть действительно разрушена, но внизу все нормально. Дальше приходит страховая компания, обсчитывает стоимость ущерба и выплачивает деньги. Как правило, дома все страхуются с запасом, поэтому если ваш дом стоил 100 тысяч долларов, он страховая выплачивает где-то 200-250 тысяч долларов. Никто в накладе не оказывается. Кроме всего прочего, существует огромное количество фондов. И как правило, как правило, это общеамериканская практика, если происходит какое-то экстраординарное событие, будь то торнадо в каком-то штате, который уничтожил очень много домов, будь то теракт какой-то, будь то еще какое-то стихийное бедствие, люди в Америке сами скидут с деньгами, быстро создается такой фонд, где без проволочек, без задержек, все люди, которые зарегистрировались и обратились в этот фонд, получают централизованную эту помощь. Взять хотя бы этот теракт в Бостоне, который не так давно произошел, был создан, например, такой же фонд, и люди, которые получили ранения, кто оказался близко к эпицентру, получили сумму порядка миллиона долларов. Это очень серьезная сумма. Естественно, никто из правительства, никто из государственных чиновников, в отличие от России, воровством денег из этих фондов не занимается. Там очень жесткий контроль, и это чревато очень большими проблемами тому человеку, который вздумает положить себе маленькую толику денежку в карман. Так вот, продолжаю историю про Омаху. Сработала эта сирена, в 2 часа ночи я выходу на улицу, ничего нету, нет дуновения ветра, полная тишина и спокойствие, нормальная хорошая ночь. Вопрос, что делать? Я запускаю компьютер и набираю Омаха, Варнинг. У меня сразу же появляется информация от службы погоды о том, что недалеко от Омахи идет мощный грозовой фронт, что вполне вероятно, причислены дальше населенные пункты, в этих пунктах возможно прохождение торнадо. Все, все четко, коротко и ясно. Не успела сирена уже отзвучать, информация уже выложена полностью в интернете, можно посмотреть даже более того, видео с размещенных веб-камер, которые установлены по всему городу, посмотреть за развитием погоды и так далее. То есть, все четко и ясно. В 40 километрах от Омахи прошло торнадо, там, конечно, какие-то дома порушились. Если зрителям моего канала это интересно, я могу предпринять специальную экспедицию туда и заснять, как выглядят американские дома после торнадо. Опять же, нет причин для меланхолии. Вы всегда, если у вас дом застрахован, а я еще раз говорю, это общепринятая американская практика для нормальных, меняемых людей свои дома страховать, вы получите сумму в два раза, как минимум перекрывающую стоимость ваших убытков и ущербов. Сразу же на ум, в связи с этим торнадо, мне вспомнила ситуация с Крымском в прошлом году, когда власть втихаря свалила из этого города. Причем, как показала дальнейшая проверка, вместе с представителями власти городской, из города тихо уехали все мажоры. Тоже как-то загадочно все это получилось. Население оповестить об этом не потрудились. Считали это лишним. Второе интересное явление, это, если вы помните, метеорит, который у нас прилетал над Екатеринбургом. По-моему, оценили мощность взрыва то ли 20, то ли 30 килотон, в общем, тоже немаленькая мощность. Опять же, народ узнал про это, исключительно посмотрев на небо и ужаснувшись, что же там такое происходит. Какой отсюда напрашивается вывод? Вывод очень простой. Вот как раз люди меня постоянно спрашивают. Как же вы можете жить в Америке, когда там столько всего получается? И там наводнение, и там торнадо, и там террористы, и еще кто-то. Господа, в Америке я живу абсолютно спокойно. Потому что я знаю, что меня предупредят, обо мне позаботятся. В случае чего приедет служба спасения в вертолетах. Никто не будет, как в Крымске, заниматься вип-спасением. Там даже есть кадры в интернете, когда прилетал специальный вип-вертолет и спасал каких-то мажоров, которые не успели с города уехать. На остальных они забили болт. Я в Америке спокоен, что правительство меня здесь не оставит одного. Более того, если пострадаю я, моя семья, у нас не будет никакого имущества, я сюда смогу обратиться. И мне предоставят помощь, мне обеспечат жильем, едой, одеждой, необходимыми вещами и выплатят мне деньги. Я совершенно спокоен за безопасность своей семьи. Чего я не могу сказать о вас, дорогие россияне. Особенно это касается жителей крупных городов. Городов Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, крупные города. Москва и Санкт-Петербург, это прямо вообще, я сказал бы, точка номер один. Представьте, что если какое-то стихийное бедствие произойдет в Москве. Вы думаете, от вас кто-то будет думать? Вас кто-то будет информировать и оповещать? Хрен на нын. Ситуация будет развиваться по накатному сценарию. Все, кто будет в курсе дела, а тем более учитывая московские пробки и перегрузность в магистрали, постараются с мигалками по-быренькому из города уехать. Все. Не дай бог эта информация просочится до обычного населения. Что произойдет? Транспортный коллапс. И никто из богатеньких буратинок из города не уедет. Что мы сейчас с вами наблюдаем? Строительство вертолетной площадки в Кремле. Правительство, что первым делом, не закупило вертолеты для МЧС, для клиник. Не стало строить вертолетную площадку возле Склифосовского, возле Ожогового центра, возле других клиник Москвы. Не стало закупать специальные медицинские вертолеты для быстрой эвакуации раненых и больных. Нет. Если мы знаем информацию, опять же, общедоступную, господин Сердюков закупил 10 штук вертолетов премиум-класса для высокопоставленных лиц, чтобы они могли унести свои задницы подальше из возможного эпицентра разрухи. Факты налицо. Дальше делайте сами выводы, где вам лучше жить. Оставайтесь на канале, следите за развитием событий. Я постараюсь сегодня еще снять несколько роликов. Очень прошу, пишите комментарии. Мне крайне интересно на них отвечать. Особенно на эти комментарии патриотов. Удачи! Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...